Мы с вами обсудим, как сохранить ресурсное состояние в новом времени. У нас сегодня замечательная гостья. Я сейчас передам ей слово, чтобы она представилась. А я тем временем сейчас запущу трансляцию у себя на страничке, чтобы больше людей могло увидеть эту запись. Лантька, я передаю слово. Добрый день, дорогие зрители. Рада сегодня присутствовать у Радочки. И прежде чем я себя буду представлять, я поздравляю нас всех с финалом Наваратри. Это праздник огней, праздник манифестации своей внутренней силы, запуска внутреннего ресурса. И я для нашего поля сегодня зажигаю такую свечу, белую, да, свечу Бастет, богини Бастетта, которой вкратце расскажу сегодня, где взять нам ресурс, кому из богов, богини архетипов нам ходить. И хочу поблагодарить Раду за то, что она в моменте хаоса была нашим ангелом-хранителем. И не только мне, но и всей моей аудитории давала важную и правдивую информацию об обстановке в мире и в стране. Мы тебя очень любим, и мое сообщество должно знать героя в лицо. Спасибо, Ланочка, спасибо. Меня зовут Светлана, я практикующий психолог. Так вышло, что я занимаюсь в большей степени телом. Я являюсь остеопатом практикующим, биодинамистом, мастером школы остеопрактика. И постигаю, собственно говоря, душу через тело. Помогаю людям найти контакт со своим высшим я, со своим внутренним я, имея контакт с телом. Поэтому все, что мы здесь имеем сегодня, здесь и теперь, проживая ситуацию, это конкретно личный опыт, наш опыт коллективный. И мне бы очень хотелось какой-то вектор или факел, как сегодня я вам показала, зажечь в этом пути и осветить эти аспекты. Как оставаться ресурсом в наступившем новом времени. И что за такое это новое время. Правда, наверное, нам расскажет немножко о нем. Да, друзья, и самое главное, я сейчас буквально пару моментов еще дополню. Сейчас наступают такие времена, сейчас у нас такая ситуация в мире, мы все видим, что у нас полный хаос, у нас полная нестабильность. И сейчас именно как никогда важно. Это уметь сохранить себя, это уметь найти именно опоры на себя, и это уметь действительно транслировать вот это вот спокойствие, чтобы действительно, ну там некоторые говорят, просто не съехать катушкой. Поскольку сейчас очень важно действительно понимать, какие мы, потому что когда у нас рушится внешнее, то есть мы все видим, что у нас происходит вокруг. У нас сначала началась так называемая специальная военная операция, которая просто весь рельеф бизнеса, весь рельеф мира, она очень сильно изменила. И эта ситуация, она затронула каждого из нас. Она затронула в том числе мою аудиторию, она затронула действительно вообще тех людей, которые так или иначе активно себя проявляют. И в первую очередь их. Но сейчас у нас пошел еще второй виток. Это ситуация с мобилизацией. Я тоже люблю науновлять вещи своими именами, но у других сейчас просто-напросто равнодушных не осталось. И сейчас у каждого, у кого-то братья, у кого-то родственники, у кого-то племянники. И каждый человек, мы за него проживаем, мы за него чувствуем. Но здесь тоже очень важно именно понять, вот мы сейчас именно с Ланой хотим поговорить, как иметь возможность сохранить с одной стороны себя и с другой стороны понять, что это ответственность других людей. И действительно, как нам просто-напросто понять, где мы, где они и где окружающий мир. И как нам выстроить все вот эти вот границы, так, чтобы мы оставались в ресурсном состоянии, так, чтобы мы могли работать, так, чтобы мы могли отвечать за семью, за других, за детей, за родителей, и чтобы мы действительно могли быть им опорой. Но самое главное, нам для этого нужно сохранять свои опоры. Так что, Ланочка, передаю тогда слово. Благодарю. Очень здорово ты осветила сегодняшнюю ситуацию. Действительно, как говорится, нужно врага знать в лицо и понимать, с чем мы имеем дело. Вот какая сегодня ситуация, то есть какие у нее критерии. Если мы посмотрим, то основными критериями сегодняшней ситуации являются турбулентность, нас трясет, как в самолете. То есть мы попали в зону турбулентности, но это временно. Мы должны это полностью осознавать, что такая ситуация будет длиться не всегда. Трясет нас не всегда в самолете. Эта ситуация внезапная, та, которая выбивает почву из-под ног. Мы не можем контролировать, планировать и работать. То есть быть на своем месте, здесь и теперь, очень сложно, и оставаться собой, в том числе очень сложно. Для человека в этой ситуации характерно туннельное сознание. То есть, как вот у лошадки, знаете, такие шоры. Для чего такое туннельное сознание существует в этой ситуации? Чтобы выжить. Мы можем видеть только ограниченное пространство, времени, действий, игроков в этой игре. И, по сути, эта ситуация нас спасает, когда у нас есть такие шоры, ограничения пространства видения. Но, с другой стороны, это нас очень сильно ограничивает. Действительно ограничивает, потому что мы забываем, что в ситуации вот такой турбулентности, внезапности, появляются, как ни странно, возможности. Появляются возможности для осознания самого себя, открытия новых граней себя. И самый главный момент, который открывается в ситуации вот такой тряски, это доверие к самому себе. Это то, что очень многие из нас не имеют. Это была функция выключена. То есть, давайте доверяйте ситуации, которые мы создаем для вас. То есть, обширное глобальное правительство или еще какие-то органы власти. Для того, чтобы человек понял и обратился к самому себе, к своему стержню, к своим опорам внутренним, бывает так, что нужно, чтобы случилась вот такая тряска. Скажите, пожалуйста, кто-то из нас наверняка проходил свои личные опыты глобальной встряски. Например, как у меня была потеря. То есть, с потерями все мы сталкиваемся. Потери детей, потери родителей, потери бизнеса. И только в ситуации, когда мы что-то теряем, очень важное для нас, начинают включаться защитные механизмы, которые обращают наше внимание не вовне, а внутрь. По идее, самый главный момент, который сейчас встает перед нами, это выбор. Иду ли я по дороге жизни или я иду по дороге смерти. То есть, все смыслы сводятся вот в этот, в один большой глобальный выбор. На самом деле, этот выбор может быть замаскирован. И замаскирован, как правило, страхом. Поэтому сейчас наше общество и вообще в мире все люди проходят инициацию избавления от страха. Вот я ее вижу так. И, как правило, нам нужно избавиться именно от страха смерти. Смерть, физическая смерть, смена меры, то есть уход тела, наступает тогда, когда у человека исчерпывается ресурс энергии. Энергия дается на цель. То есть, если нет цели, если нет целостности, нет целительства, нет энергии, которая будет это обслуживать, человек уходит с этого плана. И вопрос у нас такой. А есть ли у меня желание закончить сейчас свое существование в этом теле? Совсем. То есть взять и уйти. Или же я буду трансформироваться в этом теле и проходить, опять же, урок смены меры в этом живом теле, здесь и теперь. Вот на этот вопрос каждый для себя будет отвечать сам. И если человек выбирает оставаться здесь и теперь и проходить трансформацию, смены меры или смерти, как таковой, в этом теле, в живом теле, то тогда для него стоит большая задача пройти через это вот игольное ушко трансформации. Потому что вход всегда там, где выход. То, что мы видим сейчас, вот этот хаос, специально нас приводит к тому, чтобы мы задумывались о том, а хочу ли я оставаться на этом плане? Хочу ли я быть здесь теперь? Или моя игра закончилась? Это в глобальном смысле. Когда мы говорим про обстановку во внешнем мире, ни для кого не секрет, что обстановка внешняя это отражение того, что происходит внутри. Потому что микрокосм человека и макрокосм это одно целое. Поэтому вот эта борьба, этот хаос происходит сейчас на всех уровнях сознания. Не только в человеческом сознании, но вообще все коллективное сознание претерпевает сейчас вот такую волну встречи с самим собой, встречи со своей тенью. То есть для нас главная память... Встречи с самими страхами, именно встречи с тем, чего мы боимся, и то, что в обычное время мы можем, как говорится, так, закрывать на это глаза, говорить, ах, нет, мы этого не видим, значит, этого нет. Как раз вот в глобальном вот этих больших уграх. Да, 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 это тоннель. Защита. Да, защита. Защита. Все верно, верно, верно. Я очень рада, что мы с тобой резонируем, ты поняла вот эту идею. И я хочу донести сейчас, что любое, любое очищение, любое становление личности происходит через конфликт. Например, у меня есть опыт игры в театре, где режиссер говорит, неинтересно смотреть на персонажа, если на сцене нет конфликта. Потому что мы должны действовать через преодоление. Один любит одного персонажа, второй не отвечает ему взаимностью, начинается интересная история. Всем интересно наблюдать за этой историей, как она разворачивается. Это жизнь. Вот здесь начинается жизнь, поскольку здесь есть конфликт, здесь есть преодоление. Вот я тоже, как старый добрый литератор, я по первому образованию филолог, если кто не знает, у нас были такие, как же это называлось-то, архетипы и путь героя. Так вот, там всего есть 13 мифологических сюжетов, друзья мои. И это, начиная от инков, заканчивая самыми современными цивилизациями. То есть у нас всего 13 сюжетов, но они все построены четко на пути героя. То есть когда есть проблема, когда и в конце концов она решается. То есть у нас сознание наше, исходное, так устроено. Здорово, что именно у тебя есть такой опыт, я о нем не знала. Мне будет приятно ознакомиться с ним поближе и выинтересуюсь у тебя, как ты проходила этот путь героя, как ты его сама видишь. И действительно магическое число 13 неспроста дано нам. Его считают таким чертовым числом, каким-то опасным магическим числом. Но все намного проще. Хоть скоро человек решает вот в этом состоянии игры, в этом состоянии хаоса, оставаться в этом теле, здесь и теперь, проходить трансформацию, сменой мира, то есть смерти, придется с осознавания того, что человек новой формации, это человек многомерный. То есть не просто я, вот сельце здесь сидит, вот это с косточками, которая любит вкусняшки, любит там общение и так далее. У человека новой формации, как у изначального человека, 12 цепочек ДНК. 13 – это число целостности, поэтому 13 пунктов у пути героя. То есть мы идем к целостности. Сейчас человек работает на двух цепочках ДНК. Это две главные эмоции – боль и радость. Совсем радость нельзя было убрать, потому что иначе человек превращается в мертвого, иначе у него выключаются искра божья, и взять у него эмоции страха не будет ниоткуда. Так вот сейчас человек становится многомерным, осознает свои поля. Как говорит мой наставник, Колька Кавер, не душа живет в теле, а тело живет в душе. Я думаю, что это очень резонирует. Тело создается душой. Да, 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 абсолютно. Тело создается душой. И мы понимаем, что вот эта целостность, к которой нам нужно прийти, идет через осознавание того, что прежним я уже не буду. Никогда. И вот то, что человек осознает, что прежнего мира не будет, и меня прежнего не будет, и есть смена меры. Смерть. То есть для одного мира прошлого я остаюсь там где-то, для мира будущего я должен родиться. Вот это на самом деле и есть вся трансформация, которая происходит здесь и теперь. То есть осознавание того, что я в прошлом оставляю все, что было, тот опыт, который был мне известен. Я его постиг. В трехмерной реальности, в виде человека, счастливого человека, не совсем счастливого человека. Это было. Я благодарен за этот опыт, но я должен идти дальше. Но осознавание многомерности идет, как правило, через такой путь. Я его назвала «Отдай мне самую большую свою драгоценность». Вот. Почему сейчас нас штормит? Потому что игра устроена так, что сознание, привлекая хаотичные силы, которые в нас же есть, обращают внимание на нашу тень, нас же самих, говорят нам «Посмотри в лицо своему страху и заплати переходом». Без, совсем без жертвы не получится. Что это значит «заплати»? Это значит, что в старом мире я оставляю что-то, какую-то часть тебя. Это моя плата. И вот когда происходит крушение, уходит бизнес, уходит человек какой-то, не совсем может быть из жизни, но он просто перестает быть вашим партнером. Вы теряете наработки, вы теряете почву под ногами. Это то, что вы заплатили для того, чтобы уйти в другую реальность. Это то, что у вас... Это действительно за переход, друзья мои. За переход. Сейчас очень из многих у нас это происходит. Действительно. У меня, например, могу привести примеры. Я состою в совете совершенно уникального объединения. У нас владельцы, внимание, 95 крупнейших бизнес-сообществ России. Ну, я могу сказать, что у нас половина чата, так как это ребята все очень молодые, большинство из них мужчины. Ну, буквально в течение недели у нас половина чата переехала в другие страны. То есть у меня половина моих партнеров за это время тоже переехала. Я вот буквально сейчас, час назад тоже беседовала с одним замечательным человеком. К слову, это вице-президент торгово-промышленной палаты. Израиль. Израиль, потому что действительно у человека в приоритете действительно свои конкретные жизненные цели. То есть это жить в безопасности, это продолжать заниматься делами, как говорится, а не тратить там время, время, время на, условно говоря, там службу, службу Родине. То есть это такие моменты, все достаточно важные, друзья мои. Поэтому мы все за это действительно платим. Действительно это идет плата. И раз мы затронули момент покидания Родины, я могу сказать одно, что человек для себя выстраивает определенный путь. И если он уходит, уезжает из страны, понимая, что для него ресурсным будет решением уехать, это одно. Если человек покидает страну из позиции жертвы, дабы спастись, и избежать какой-то участи, это другое. То есть из состояния жертвы убегать не получится. Вы будете настигнуты в любом другом государстве. А если человек действительно... Вы никуда действительно не убежите. А если у вас есть своя жизненная миссия, действительно, вот как у упомянутой персоны, если у вас есть к чему стремиться, действительно, если у вас есть вот этот вот вектор, то действительно вы его продолжаете реализовывать, только вы меняете условия четко. Да, потому что вы действительно здесь и теперь должны быть, присутствовать в другом пространстве. Вы это чувствуете. И это значит, что у вас хорошо налажена связь с своим вышлом я. Вы прекрасно знаете свой путь, вы осознаете. Поэтому для того, чтобы быть в ресурсе, нужно очень хорошо быть в коннекте со своим высшим я. То есть понимать, чего же хочет моя история. То есть моя душа-то для чего здесь? Я должен уехать или я должен остаться? Я перехожу из состояния этого физического тела в другое тело, сменю это тело? Или я продолжаю играть в этом теле? Но, соответственно, плачу какую-то плату за переход? Вот. И мне вспоминается очень известная сказка Рома, ну, по-моему, про какую-то царевну, да, где чудо-юдо заморский, морской царь, за какую-то услугу сказал своему царю, говорит, я заберу у тебя то, что ты не знаешь у себя дома. Да, то есть у тебя должок будет. Заберу то, чего ты не знаешь, то, что ждет тебя дома. Как правило, такая плата происходит внезапно. Но для сознания, для сознания виднее, чем вы будете расплачиваться. По итогу, когда вы пройдете этот путь трансформации, вы поймете, что это была самая лучшая, адекватная плата за то, чтобы продолжать свой путь здесь и теперь в этом теле и в это время. Время очень непростое, но оно очень интересное. И коль скоро мы здесь все присутствуем, мы это выбрали заранее. То есть декорации у каждого из нас могут быть разные. Эти декорации диктуют нам проживание тех или иных эмоций. Но на самом деле все только об одном. Иду ли я по дороге жизни, или я выбираю смену меры. То есть смерть, уход отсюда, с этого плацдарма, с этой игры. В одном статусе, в одной форме остаться не получится. И это всегда про контакт с своим высшим я. И недаром Радочка упомянула такой интересный пример про человека, который сделал выбор уехать, потому что он ощущает, что ему невозможно будет здесь продолжать работать. Заметьте, человек не бежал в состоянии хаоса, страха. Он прекрасно знал, что он делает. То есть у него связь налажена. Вся история Махабхараты, других каких-то течений, это история про то, как торсионное поле направить в электромагнитное поле. То есть усмирить свой ум, найти состояние самадхи, зайти в свое сердце, то есть быть в расширении электромагнитного поля. И с разрешения Рады я бы хотела привести текст, который соответствует, например, моему мировоззрению. Мне кажется, лучше, чем Кроули, никто не сказал, потому что это пророк на все времена. Можно я это сделаю? Нет, ждем. Потому что на самом деле вы сейчас неважно, люди профанного мира или практикующие маги, которые строят свою вселенную, а строим мы вселенную всегда как? Изнутри. Поэтому все ресурсы у нас внутри. Все, что мы здесь располагаем, мы разрешили этому быть. Опять же, момент. Да, именно мы разрешили. Именно мы разрешили. Правильно, да, то есть мы сюда пустили краеугольные камушки самих себя. Соответственно, я не пугаюсь, я смотрю на свою тень, я с ней здороваюсь, я ее познаю. И я пытаюсь свой ум, торсионное поле, направить в электромагнитное. А электромагнитное это как раз искра, которая нас связывает со всеми 12 пластами нас же самих. То есть это как раз ответ. Куда мне идти? Стоит ли мне убегать? Нужно ли мне сейчас занять свою твердую позицию, оставаться здесь и теперь на том месте, на котором я сижу, то есть я здесь чувствую себя уверенно? Я прочитаю, рада. Пусть эта энергия запустится. У тебя на эфире это можно и нужно делать. Тие тайна святого Грааля, он же священный сосуд владычицы нашей, багряной жены бабла, матери мерзостям, невесты хаоса, той, что едет верхом на нашем владыке-звере. Излей твою кровь, твою жизнь, в золотую часу блуду ее, мешать твою жизнь со всеобщей жизнью, ни капли не утаив. Тогда ум твой оцепенеет и умолкнет сердце твое, и уйдет из тебя вся жизнь, и будешь ты брошен на кучу отбросов, и птицы небесные будут клевать твою плоть и побелеют кости твои под солнцем. И соберутся ветры, и понесут себя, как пригоршню праха на листе о четырех углах, и предадут ее стражам бездны. Но жизни в ней нет. А посему стражи бездны повелят ангелам ветров лететь дальше, и возложат ангелы прах твой в городе пирамид, и лишится он всякого имени. Итак, чтобы исполнить те ритуал святого Грааля, ты должен совлечь в тебя все свое достояние. У тебя есть богатство? Раздай его тем, кто нуждается в нем, но не желает его. У тебя есть здоровье? Погуби себя пылом самоотречения во имя владычицы нашей. Пусть обвиснет плоть твоя на костях, и пусть глаза твои горят неутолимой жаждой бесконечного здрастию к неведомому, к ней, что превыше знания тех, кто проклят. У тебя есть любовь. Вырви мать из сердца своего и плюнь в лицо отцу. Пусть нога твоя попрет тревы жены твоей, и дитя от груди ее достанется к самокоршуном. Ибо если ты не исполнишь его по воле своей, это сделаем мы, вопреки твоей воле, дабы ты был допущен к причастию Грааля в часов нескверны. И берегись, если ты утаишь для себя хоть одну из мыслей твоих будешь твергнут бездну навеки, и будешь там одинок, и будешь питаться навозом, и будешь сражен в день с нами пребудь. О да, это истина, это истина, это истина доподлинно так, будут даны тебе радость, здоровье, богатство и мудрость, а ты больше не будешь собой. Тогда всякая прибыль окажется новым причастием, и не осквернить тебя, будешь кутить на торжеще среди гуляк, розами будут тебя отсыпать непорочные девы, купцы преклонят пред тобой колени, и златые пряности будут нести тебе, юные отроки будут тебе наливать чудесные вина, и будут певцы и танцоры петь и плясать для тебя, и все же тебя там не будет, ибо ты будешь предан забвению, страх смешавшийся с прахом, сам и он не поможет тебе, ибо гермес незримый изготовит из праха того белый из те Божья милость в том, что все это так, оттого я вам и велю в самом начале придите ко мне, ибо тот, кто сделал единственный шаг на этом пути, неизбежно дойдет до конца, этот путь вне жизни и смерти, и он вне любви, но это неведомо вам, ибо вы не познали любовь, конца же его не знает даже владычица наша и зверь, на коем она выседает, ни дева, дочери ее, ни хаос, законный ее господин, но ведает ли его венциносный ребенок, все ей неизвестно. Итак, да будет слава ходит венуть в конце и начале, о да, в конце и начале. О чем это? Это о том, как проходить посвящение. Любой инициируемый, а мы сейчас с вами все инициируемые в том, чтобы пройти этот страх смерти, должен изначально отдать себя во власть высшего Я. Это об этом, о переходе, о том, что вся эта история, которая сейчас случилась вокруг нас и вращается, и мы в ней, как вот эти маленькие физики вращаемся, она показатель для тех, кто смог пройти этот переход. То есть на самом деле здесь говорится отдай мне все. И только тогда, когда ты уберешь свое эго, свой ум, в том, здесь смерть, в том, чтобы ум направить сюда, то есть не умом быть, а здесь чувствовать. Тебя там не будет, потому что ты как личность или как эго не слышишь уже ничего, ты часть потока жизни. То, что сейчас происходит, это как раз малнейшая инициация почувствовать себя в потоке этой жизни и не устрашиться этой жизни, потому что это часть нашей жизни разрушения и созидания. Почему-то мы привыкли всегда опираться на созидание, но создать что-то новое невозможно, пока не разрушено старое. И когда мы не в коннекции с архетипом смерти, мы его избегаем, вот сегодня тоже информация такую получила, сразу мы побежали открещиваться от эгрегора войны, у кого-то там это, ребят, а вы сначала ее посмотрите, скажите, я тебя вижу, я тебя вижу в поле, ты есть. Когда ты смотришь на себя изнутри и говоришь, я вижу вот эту часть разрушительную в себе, я сейчас достаю все свои вот эти вот мерзости, как там сказано, отнеси мне, отдай в чашу Грааля все, что ты увидел, потому что в любом случае столкновение со своей тенью, это всегда про контакт собственной силой, силой и умением ею управлять. Я покажу сейчас наше любимое карте, равновесие, то есть мы идем всегда из равновесия, мы стремимся быть в равновесии, то есть уравновешивать свою персону и тень, но для того, чтобы уравновесить, нужно сначала сказать, о да, я и Созидатель, я и Разрушитель, и во мне идет война, пока я не вижу. я тебя знаю, да. Я тебя вижу, я тебя знаю. Я вижу все проблемы, я вижу все твои страхи, прежде чем действительно двигаться, нужно их признать. Да, да, соответственно, правильно, да, здесь мы видим уже момент алхимии, когда мы смешиваем все в одном котле, и здесь появляется у нас уже божественный андроген, то есть это уже не какая-то личность, это уже цельная личность, это уже цельный момент, да, то есть это микрокостом внутри, макрокостом, по сути, это слияние алхимическое, поэтому мы сейчас с вами все, независимо от того, строите ли вы свою магическую вселенную, просто занимаетесь все чем-то, но бизнес это тоже выстраивание своей магической вселенной, вы творцы, но вы должны признать, что архетип войны и разрушения существует каждым из нас, и он сейчас поднимается для того, чтобы быть осознанным нами, и быть принятым нами, и вот наша любимая баба, вам, да, которая оседлала зверя, оседлала этого зверя, это контакт с силой всегда, да, и вот когда мы в контакте со своей силой, мы ей управляем, у нас появляется ресурс, то есть это всегда про инициацию, инициацию избавления от страха, как каким бы он ужасным нам не представлялся, это всегда инициация прохождения страха, но коль скоро мы живем в таком плотном мире, боимся мы чаще всего смерти, своей ли смерти, смерти ли близких, да, то есть везде это около, это около смерти, а по сути это смена меры, можно отдать тело, можно поменять меру у себя здесь, в настоящем теле, и как это происходит, какие вообще инициации, смены меры существуют, скажем так, не в военное время, давайте с вами подумаем, где человек умирает для одного и рождается для другого, есть так называемые мужские инициации и женские инициации, но начнем с того, что мы с вами рождаемся в этом мире, мы умираем для утробы, то есть вот он переход, вот оно игольное ушко, это первая инициация, наше собственное рождение, мы уже это проходили, уже это знаем, для женщин еще, для девушек, первой менструации, она умерла как девочка, ее больше не будет, но она стала девушкой, она уже другая, свадьба, для обоих персонажей это инициация смерти, то есть как свободный человек тебя больше нет, ты уже в другом статусе, посмотрите, сколько уже вот таких ты становишься другим, действительно, ты уже перестаешь быть там молодкой, как вот если там русский даклер взять, то есть ты перестаешь быть единицей, но ты становишься уже неким единым целым, да, 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 тоже инициация, да, опять же смотрим, да, это все про смерть, не бойтесь этого слова, пожалуйста, это про смерть, здесь и теперь, в этом теле, дальше, мы рождаем детей, это тоже смерть, и смерть и жизнь, потому что я умерла как женщина, не имеющая детей, и я теперь априори по египетской мифологии Исида, потому что та, кто родила ребенка, априори становится могиней, она имеет ребенка, она входит теперь еще и в могильский какой-то круг, вот так интересно, да, переход к лимаксу, совсем другая история, например, в Мексике женщина 52 года оставляет свое жилище, более того, она должна его сжечь, иначе она не находит новые смыслы, ей незачем стремиться дальше жить, она себя уже построила, исчерпала, представляете, и она сама инициирует эту, слова металлога, башню в своей жизни, и что происходит у нас, инициация в 60 лет небольшим, у всех проходит по-разному, у кого-то появляются даже, возможно, любовные треугольники, потому что человек здесь сиделся в одной истории, и он притянет к себе эту башню, много, да, 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 казалось бы, что-то, что-то, вы уже в возрасте, нет, это притягивается, потому что инициация должна произойти, должны трансформироваться люди, мы растем, у нас этих смертей и рождений очень много происходит в нашу жизнь, в нашу маленькую, конкретную людскую жизнь, поэтому бояться смерти не имеет смысла, и мудро, и мудро поступают вот такие аутентичные культуры, которые чувствуют, что вот сейчас пришло самое время поменяться, потому что я хочу еще остаться здесь в этом теле, играть в эту игру и, соответственно, задать себе новые смыслы, новые смыслы. Также может быть смерть в переезде, особенно, если это другая страна, то есть ты умираешь для этой и зарождаешься в другом месте, это тоже важно, координаты твои меняются, мышление меняется, смена работы, особенно с увольнением связанная, это тоже маленькая смерть, понимаете, вот, разводы, очень стильный инициирующий опыт, очень сильный, мощный, дальше идет потери, вот это отдельная категория, которую я хочу сейчас осветить, это смерть детей и смерть взрослых, старших родов, это разные инициации, но они имеют место быть и коль скоро мы говорили про потерях и когда мы говорим, что мы боимся потерять кто-то именно в виде ребенка или родителя, взрослого какого-то рода своего, в военное время и в мирное время инициация потери одинаковая. Я хочу, чтобы вы это услышали, то есть это не связано с войной. Человек, который потерял близкого, он будет горевать, входить в состоянии транса и перерождаться практически одинаково. То есть бояться сейчас в состоянии турбулентности, которое нам вызывает СМИ, вызывает правительство и так далее, не стоит. Тот, кто должен пройти этот опыт, он его пройдет. Так задумано душой. и я состою в обществе мировом Реносер, это родители потерявших детей. Поверьте мне, мы там ведем тоже работу, слушаем, общаемся с родителями потерявших детей. И их ситуация, которая происходит сейчас, мало касается. То есть они уже в своем горевании находятся. То есть их мир сомкнулся на этой потере. Поэтому если говорить про то, что страшна ли война архитект войны или страшна потеря, то здесь наверное неравнозначные будут позиции. Но потери и там и там будут идентичны для человека проходящего эту трансформацию. Предательство очень сильная инициация смерти. И здесь я хочу вам заметить такая информация пришла перед эфиром. Обратите внимание на то, какую часть тебя ты предаешь. То есть вот что идет в предательстве. Сам себя что-то заткнул, что ты не даешь ему развиться. Обычно когда появляется кто-то третий в паре, то мы говорим о том, что тень к нам приходит в виде третьего лица. Вот наша тень, которую мы не заметили, которую мы не обратили внимания, не пришли к ней. Она к нам приходит инициировать нас внутрь себя посмотреть. Это опять же когда мы говорим про Еву и Лилит. То есть если ты очень долго засиделась в Еве, то придет Лилит. Она возьмет свое. Это та Лилит, которая в самой женщине. И если ты очень сильная Лилит, тебе обязательно придет Ева. Уравновесие. То есть опять же я покажу наше равновесие. Уравновесие. Найди баланс. Баланс это есть ресурс. То есть к нам всегда приходит опыт, либо который мы сами инициируем, сами создаем себе башню и понимаем для чего мы даем эту жертву. Либо это та жертва, которая неосознаваема нами и она сознанию виднее. Это самое дорогое у тебя заберут, потому что только так ты можешь проснуться. Проснуться для осознания кто ты и где ты находишься. Для мужчин какие инициации? Это военная служба, армия. Они там взрослеют, становятся витязями, воинами, защитниками. Также у них инициация, когда они строят свое жилье, свой дом. Он здесь создатель. Свой дом это свой микрокосм, это наш мир, тот, который мы строим так, как мы хотим. Именно, поэтому здесь творец тоже проявляется и он умирает для не творца, но он проявляется и рождается как творец. Очень важная инициация, где мы тоже умираем и рождаемся, это сепарация от родителей. Поэтому вот этот момент у нас сейчас в современном обществе очень такой, мне кажется, злободневный, потому что общество рассчитано на то, чтобы детки подольше оставались под крылом у родителей. А на самом деле сепарация не Чтобы детки подольше оставались детками. Детками, да. Хорошо это или плохо. У меня это вызывает тоже некоторые такие вопросы. Я лично скорее за ту позицию, что детки, они должны быть детками лет до 20, но не до 35, как сейчас. И если включить спектр инициаций, все инициации, которые были известны нам в родах, то тогда такого у нас не будет. То есть мы будем передавать дальше, 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 дальше ребенка, человека уже, скажем так. Он будет проходить закономерные инициации. А у нас просто утеряна сама вот эта культура инициации. Вот в Мексике не утеряна, поэтому в 52 года она повернулась на свой дом, сожгла его и пошла строить новый. Иначе это конец. Иначе ее больше нет, ее сметут с этого плана тонкого. И неинтересно строить. Вот поэтому очень важным моментом здесь является как раз цепочка инициаций. То, что мы сейчас проходим, еще раз повторяю, мы попадаем с вами, друзья, в инициацию исцеления от страха, от страха смерти. Эта инициация возможна лишь только тогда, когда у нас внутри не будет войны, войны самими собой. То есть тогда мы увидим нашу тень, мы ее признаем. Мы не будем от нее бежать. Мы будем замечать свои слабые моменты и будем акцентировать свои сильные моменты. Встреча с тьмой это всегда встреча с силой и умением ею управлять. То есть не подвергаться шатаниям, мотаниям и эмоциональным всплескам. Здесь важно очень держать нейтраль. если это будет нужно, я расскажу как я это например делаю, как держать нейтраль. Дальше. У меня это кстати тоже был именно следующий вопрос, чтобы ты дала какие-то полезные упражнения, которые люди могут действительно взять себе на вооружение и действительно просто их делать. Да, мы к этому придем. Сейчас я расскажу про инициации смерти, которые приносят нам военное время. Это немножко другое. но вы заметили, что даже в нашей стабильной жизни, где нет разрушений, нет войны, есть очень много смертей и рождений. Мы практически все время умираем и рождаемся для чего-то нового. Так ведь? В военное время немножко другое есть. То есть добавляются сюда также проживание потерь они будут и там и там и они будут идентичны. Это не связано с военным временем. дальше инициация смены мерности, например, во вдовстве. То есть это совершенно другое мироощущение, когда есть женщина-вдова, потерявшая своего супруга. Инициация одиночества, инициация служения миру этой монахини, то есть те, кто уходили изначально, потеряв своего супруга, уходили куда-то служить, посвящать себя либо государству, либо духовному миру. Дальше инвалидизация, когда человек теряет конечности или не может вести полноценный образ жизни, как было раньше до войны. Потери старших родственников я уже замечала. Еще такой момент инициации, момент изменения, это когда появляются воры, мародерства. То есть человек, который, может быть, до стели не был таковым, открывает себе вот эту тень, теневую сторону. То есть смотрите, сколько много инициаций теневых несет нам военная обстановка. Всегда инициация смерти и рождения это про то, что как прежде не будет. Я уже не тот, кто-то умер, что-то ушло. Мы горюем, мы себя хороним, в прямом смысле мы должны прожить именно эти этапы погоревания. Мы об этом почему-то не говорим и стремимся сразу как-то занять такой позитивный какой-то настрой взять, уйти в пространство, где весело, хорошо, прекрасно, а грузом лежит эмоция, которая не прожита. Да, 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 то есть мы не можем здесь, здесь, ребят, никто, ни от кого не убежит. Здесь точно нужно погоревать, погоревать над собой, над тем уши. Нет ничего зазорного в том, чтобы это сделать. И вот сколько вам нужно горевать на заботе, столько горюйте. То есть здесь нет такого момента вот чего ты давай, давай, соберись, вот сейчас быстрее, все. Нет, так не работает. Нужно пойти вглубь своих эмоций, это тоже будет избегание, избегание ситуации. Почему на свадьбах раньше тоже плакали, были плакальщицы, потому что девушку увозили из дома, все, она как дочка теперь здесь есть, но она мы ее терем еще молодого человека, здесь плюс, вся ситуация бывает с плюсом и с минусом. Поэтому мы себя хороним, мы над собой горюем, мы проходим траур по себе, по себе пройти, по ситуации, которая уже закончилась, завершилась. Тогда, когда отболит, мы больше не будем туда якориться, это не будет отнимать наш ресурс, это опять же про ресурс, как оставаться в ресурсе. Должно все отжить, все, что болело, отживает. И мы провожаем это своим наблюдением, своим вектором, взглядом, да, погоревали, дальше мы начинаем просыпаться, чуть-чуть просыпаться для нынешней жизни, посмотрели по сторонам, какие эмоции во мне просыпаются здесь и теперь, а что я чувствую, обязательно, что я чувствую, то есть контакт с сердцем. И потом через сердце я уже направляю внимание вниз, в матку, я должна себя зачать новую, выносить новую и родить новую. Но не получится раньше, чем 9 месяцев себя родить новую. Поэтому, если мы сейчас думаем, что под сумок, под эгегей, под вот этот хаос, у нас все быстро изменится, и мы вот такие целостные станем вот с бухты-барахты, ну ничего подобного. Нужно время. Нужно понимать, что нам не только нужно время, нужно осознавание процесса. и нет ничего зазорного в том, чтобы прожить процессы, как этого хочет душа и тело. Потому что, мои дорогие, я сталкиваюсь с тем, что приходят тела очень зажатые, это значит зажатые эмоции. Я где-то собралась, мне нужно было постоять за себя, да, собраться, не время горевать, и вот эта мышца здесь стоит, и каркас такой прочный, а мне уже нужно форму менять, я уже должна расшириться, я уже должна быть другой. Для чего расшириться? Чтобы энергоемкость была выше, чтобы энергии другие проводить, чтобы брать другие проекты, чтобы завоевывать другие пространства, чтобы организовывать более масштабный бизнес. У человека не идет это. Почему? А он приходит весь зажатый, корсет у него просто деревянный. Что это такое? Почему корсет деревянный? А это вот невыплаканные слезы по своей инициации смерти где-то там, по своей инициации рождения, где-то кто-то вообще не родился еще для чего-то. Вот не получается его не провели силы, то, чтобы он был, например, создателем и построил свой дом. Он где-то там подзависит. С помощью практик телесных в том числе можно поработать над этими историями. Поэтому я за то, чтобы мы проживали свои эмоции сообразно той трагедии, которая происходит здесь и теперь. Не надо бежать, надо быть в контакте с самим собой. то есть выносить нужно себя и новый смысл потом рождается с нами новыми. С нами новыми. Откликается это как-то радо у тебя? Более чем, ты же видишь, я сама сейчас глубоко-глубоко задумалась. Но вот у меня тоже, как у предпринимателя, как всегда возникает такой вопрос. Сейчас я попробую его сформулировать. у нас всегда есть определенные обязательства, в том числе и социальные, и порой просто себя отпустить, условно говоря, уйти в горевание, проживание, бросить вожжи, бросить все от тебя, ведь зависит семья, сотрудники, дети. Как можно это все сбалансировать, чтобы действительно и самим находиться в каком-то таком, но в определенном балансе, и чтобы действительно у тебя все это не съехало, чтобы оно просто все не посыпалось, так как и свои обязательства мы не можем бросить. Замечательные задачи сейчас ты мне поставила. Есть прекрасная техника предпринимателям, как знатокам тайм-менеджмента, будет она понятна. Я в течение дня выбираю себе час для горевания, для проживания своего горя, выбираю себе время и прям пишу его, что с 16 до 17 я буду проживать и буду проживать это так, так пойдет. То есть захочу я выйти волчицей, я встану на четвереньки и буду выйти, чтобы это прошло через мое тело. Я не буду себя защемлять. пусть идет так, как это идет. Можно даже включать, например, какой-то шаманский транс, чтобы именно глубинные процессы не застаивались, а именно проживались. и вот этот час я ставлю на проживание горя, потому что иначе этот процесс будет неконтролируемым, и мы либо уйдем, вообще не будем визировать, что у меня есть вот этот запрос, да, на то, чтобы прожить, либо я буду постоянно в состоянии горя. Давайте так, вот есть время, я проживаю. и очень важный аспект, я должна выделить себе время для проживания радости, а не радости. А вот об этом забывают вообще все. А почему, сейчас скажу. Есть такая в миру поговорка, что ты радуешься, вот ты будешь плакать, сейчас вот порадуешься, ты всем озвучишь свои идеи, и у тебя ничего не сбудется, давай-ка у тебя ничего не сбудется, такая типичная советская психология, да, вот этот вот страх за то, что можно радоваться, горевать, ой да, горевать, это у нас общественно признанное такое поведение, а вот радость, это просто катастрофа. Ну вот я сталкиваюсь с тем, что сильные личности затыкают горевание, вот они затыкают, то есть они настолько каркас отращивают броню, что потом ко мне, как правило, приходят люди, которые затыкают и радость тоже, то есть это не только горе там внутри в мышцах, но и запрет на счастье, на радость, к чему так происходит, к чему вообще после радости приходят слезы, это все с гормональным фоном связано с нашим, потому что организм тоже, как и дух, стремится к балансу, то есть вот у нас андорфинчики полетели, мы все это прожили, супер, и нужно обязательно добавить кортизол, адреналина, поэтому у нас на следующий день горе горюет, а в радости это будильничек на какие-то несколько звонков, да, в течение дня, и это напоминалось о том, что от чего хорошего сейчас было, вот в моменте, когда позвонил будильник, именно отслеживание от чего хорошего было, или что было до звонка, то есть обязательно, ага, а, ну вот солнышко там посветило ярко, лупик, это хорошее, и вот эта практика позволяет нам в реальности вычленять позитивные моменты и добавлять в свой вот этот вот свою мозаику, в свой колер состояние радости, радости сейчас дефицит, вот, поэтому прожив горе, обязательно мы проживаем или параллельно учимся радоваться, не затыкать в себе радость, вспомнить о своем внутреннем ребенке, который тоже был непосредственный и стремился, в общем-то, быть счастливым на этой планете, такая практика подходит нам? Я сейчас прямо начала уже сама себе ставить будильник и думаю, я, кстати, говорила буквально вчера, я вот тоже где-то читала у подобной техники, что нужно перед сном вспомнить три важных приятных события, которые у нас были, я так думаю, а я так думаю, а я что-то перед сном тоже к вопросу проживания радости, вот я тоже общаюсь же с очень многими предпринимателями, но я могу сказать, что, например, вот я вчера до такой степени замоталась очередной рабочий понедельник, очередные проблемы планирования недели, как говорится, поскольку у нас сейчас у всех там полетели все наши привычные ритмы, все привычные процессы, я вот вчера тоже в таком топ-1 когда кончила работать и думаю, так, а что же у меня было хорошего за день, я понимаю, что я не могу на это настроиться, думаю, ну поработала, ну хорошо поработала, то есть на это мозг нужно тренировать, это, кстати, еще тоже про определенную нейропластичность, но тоже я понимаю, что я барышня упертая, что если в один день ничего не вспомнилось, это значит, что просто мозг нужно немножко перенастроить, друзья, это все именно про работу нашего мозга, про нашу гормональную систему. Да, да, сто процентов да, это именно об этом. Расскажу еще потом о методике, как начать себя слышать через тело, а пока поговорим про архетипы, архетипы войны. Но коль скоро я занимаюсь богинями и богами и изучаю разные пантеоны и архетипические конструкты тех или иных богов, ко мне пришла Кали, как разрушительница, и Сехмет, как та, которая в лице львицы включает внутренний огонь и раздит противника, убирает все, что, по ее мнению, недостойно присутствовать на планете. Я сейчас вот из Оракула Кали покажу вам сначала настройку на то, в каком состоянии разрушительница пребывает. То есть, вот она вот такая. Вот такая, например. Это страшно, типичная Кали. Если вспомнить какие-нибудь вот такие действительно индийские эпосы, вот как их показывают там всякими нарезками, такая, да, да, мы серьезная, смелость, не может исключить. И эта Кали есть в каждом из нас, вне зависимости от того, какого мы пола, потому что наша анима, она тоже трансформируется, она есть в мужчинах. Поэтому разрушительница вот такими оружиями, она пребывает в состоянии, скажем так, конфликта. И что, вспомним мы по эпосам, что Кали наша умиротворила? Единственный способ умиротворить ее, это было Шили превратиться в младенца и упасть под ее ноги. И когда она заметила, что это же малыш, чего же с ним бороться-то? Давайте, мы не будем. Не надо с ним воевать, его вон, любить надо, принять. Да, да. И тут такой вот аспект всплывает, что мы не должны забывать про своего внутреннего ребенка. Вот какие бы вы ни были взрослые, извините, взрослые, серьезные, с большими бизнесами, внутри есть ребенок, и он должен быть счастлив. То есть, если ваша жизнь отвечает на запрос быть счастливым, делая то или иное дело и выполняя ту или иную задачу и потребность, это так, это круто, вы на своем пути, вы идете верно. И вот такая у нас калиста она добрая, смотрите, какая. спокойная, она в нейтрале находится, то есть, это Парвате, ее другая часть, вот какая красавица. То есть, цветок лотоса. Вот красавица какая. Это все одна и та же богиня, посмотрите, в разных ликах. Она очень хочет, чтобы... Разные состояния, да. Да, вот, вот, пожалуйста, ваш внутренний ребенок, малыш, это Шива, да, который родился. Такой милаш есть в каждом из нас. А вот сейчас вот посмотрите на проконнект двух сторон персонные тени, созидание разрешения. Интересно. Да, то есть, вот, посмотрите, каждый из нас может осознанно выбирать ту или иную сторону, то есть, это не просто эмоции нас должны подхватить, и мы встаем на ту или иную сторону. Здесь мы можем выбрать осознанно. И уже, скорее всего, вся аудитория, которая присутствует у Рады, она осознанная. И те, кто будет смотреть этот эфир, точно понимают, о чем я говорю. У нас есть рациональное наше состояние, есть хтоническое состояние. Мы понимаем, что хтонь, вот эта наша тень, это очень большой потенциал ресурса. И без него у нас ничего не получится. Но взять этот ресурс можно не враждуя, а укоротив. Просто восседать на звере, как восседает наша бабла. Вспомним ее, она сидит, она управляет, у нее вожжи. Поэтому всем своим вот этим вот стоническим состоянием мы можем управлять. У нас есть такая сила. Вот такая, смотрите, а вот она вообще в виде девочки. Она пришла к нам как девочка. То есть в ней тоже есть эта девочка. А вот она встала на живу. Вот она стоит. Победила. Победила. Он притворился потом ребенком. Вот на этот образ я хочу обратить внимание. Вот здесь посмотрите. Кали и анахата чакра. То есть это как раз то, о чем я говорила, когда мы переносим внимание ума в сердце. Ее состояние здесь абсолютно трудное слияние со всеми потоками жизни. О чем писал Кроули. То есть ты должен себя соединить с этим потоком. Ты часть потока. И потоки эти соединяются в сердце, в сердечном центре. Поэтому самый главный момент это всегда осознавание своего поля электромагнитного. Поле электромагнитное это состояние любви. И если говорить про египетский пантеон, не зря я начала нашу встречу с Баст. Вот такая она у меня красивая на свече, на крышке для свечи. Баст это богиня радости. И она является дочерью истины. Рай это истина, это та часть нас, которая находится внутри. Не просто кошка, это игривость, женственность, потягушечки, вальяжность, спонтанность. То есть вот об этом нужно помнить, когда к нам приходит Сехмет. Сехмет к нам приходит в разверенном состоянии львицы. И внутри Сехмет хатхор. То есть если говорить про Сехмет, Бастет и Хатхор, это троица богинь, солярных богинь. Это одно. То есть любовь Хатхор, радость Бастет и разрушение невежества Сехмет. То есть мы понимаем, что вот эта троица тоже есть, существует, и мы можем перемещать энергии с одного образа на другой. Очень интересная трактовка, как пересекать пограничные состояния, дает Анна. Да, состояние. Да. Анна Бену, египетолог, можно посмотреть, на моей странице есть видео. Она человек уникальный, она возобновила египетский язык. И с помощью определенных мантр, с помощью движений можно утихомирить цех над себе. Потому что, ребята, война происходит как отражение войны внутренней в нас. Поднимаются те части, на которые мы забивали, поднимаются те части, которые хотят проявиться. признать, признать, что ты маг-волшебник, что ты ведьма, что ты разрушитель, что ты можешь предать, что ты можешь быть любовницей, и так далее. То есть, признать себе всю тень, ее нужно осознать. Тогда человек появляется в целом, в своем прекрасном созидательном образе. вот тут немножко есть про секнет, да, то есть, он здесь стоит эсида. Я показываю вам эту львицу, да, что, какой есть момент, вот мы знаем, что Каля умиротворилась ребенком, то есть, внутреннего ребенка, включаем и говорим, мать, мать, ну что ты, я вот хочу твоего внимания, я человек, я хочу счастья, мама, дай мне счастья, да, то есть, он поплакал, посидел, показал, что он беспомощный ребенок и хочет счастья, и она успокоилась. А если говорить про секнет, то мы все помним бога Тота, который превратился в павиана и предложил сделать такое мероприятие, собрать много бочек, налить туда пиво, подкрасить красной краской, и секнет стала пить, потому что она думала, что это кровь. Ну, соответственно, на утро она проснулась кошечкой, она уже просто не могла драться, она успокоилась, ее состояние было умиротворенное, это я о чем? Если вы замечаете внутри себя вот эти энергии поднимаются, это всего лишь игра, энергия разрушения, переместите их на радость, вот, заведите себе будильничек, будильник радости, вот, вот сейчас, там, 14.00, я должен порадоваться, чему порадоваться, ага, вот порадоваюсь вот этому, да не чему порадоваться, все равно порадоваюсь, то есть, себя приучить к тому, чтобы переключаться в энергии баз, уходить от энергии разрушения, если же они нужны, эти энергии разрушения, нужно понять, от чего я хочу, чтобы разрушилась, вот что требует глубокой трансформации во мне, чего уже мне не нужно, то нужно трансформировать, да, то есть понять, что, во-первых, я вижу, вижу эту войну в себе, внутри, внутренний конфликт, хочу ли я здесь и сейчас присутствовать в этом внутреннем конфликте, или же я могу как-то с легкостью обойти, или просто примирить свою часть и сказать, и эта часть меня тоже, да, и вот войну, вот мы сейчас посмотрели про богинь, они тоже будут скрывать какую-то архетипическую информацию у нас в древнем мозге, потому что все мы через это проходили, через разные истории, пантеоны, сейчас посмотрим, а какие же архетипы рождаются в военное время, вот, например, женские пришли ко мне, такие архетипы, появляются, да, вдова, любовница, потому что не хватает мужчин, да, мать-одиночка, мать-родина-защитница, монахиня, вот такая вот ко мне пришла монахиня, да, или жрица, смотрите, а вот, красавица, да, потоковость, если говорить про мужчин, то воин-витязь, защитник-агрессор, это все в одном будет, да, то есть он может защищать, может атаковать, император и калека, дурак, то есть карта дурака, тоже очень сильные архетипы, и тут вопрос, перед нами встает, вот мы сейчас услышали эти архетипы, а нужен ли мне в данном воплощении этот опыт, какую-то из ролей я хочу прожить вообще, я озвучила эти роли, а для чего он нужен, если вдруг я хочу прожить, где откликается, могу ли и хочу ли я его пройти, не меняя тело, в этом теле, здесь и теперь, или же я должен переродиться, и я этого хочу и жду, да, кто даст мне ответ, ответ даст тело, очень интересная практика, которую озвучивала Ольга Кавер нам на практике встречи контакта с внутренней силой, это телесный кинезологический тест, когда мы назначаем какое-то движение своего тела как ответ да, какое-то движение своего тела как ответ нет, например, телу мы не задаем вопросы, мы просто говорим фразу, к примеру, меня зовут Светлана, утверждение, это да, куда отклоняется тело, таким образом, прямо вперед, значит это да, меня зовут Александра, отклоняется назад, это нет, я задала параметры да и нет, теперь я могу любую фразу спросить у своего тела, например, я хочу прожить опыт вдовства и слушаю свое тело, куда оно мне покажет, или я проживу опыт вдовства в этом теле, в этом воплощении и слушаем, куда отклоняется тело, да, и дальше можно вот эту игрушку просто на все на все моменты распространить, вплоть до того, для чего мне этого нужно, да, не нужно бояться, эти архетипы встанут, они просто стоят, они уже есть в пространстве, если мы их видим, если мы в контакте с ними, то мы можем найти ответ на то, к чему моя душа готова и каким путем к этому прийти можно, не обязательно умирать, не обязательно терять мужа, чтобы почувствовать вот этот опыт вдовства, не обязательно, есть разные вообще истории, то есть, когда люди говорят, вот моя реальность, это моя реальность и не обуславливают ее каким-то глубинным знанием себя, это тоже бегство, это тоже состояние жертвы, я в это не верю, а вот когда мы прорабатываем, отвечаем себе на какие-то ключевые вопросы, знаковые вопросы и точно тело дает ответ, тогда это становится моей правдой, значит, я это уже знаю, я в контакте с твоим телом, через какое-то время я могу опять спросить, ничего не поменялось, да, то есть, я хочу вот этот опыт. Сейчас проходило обучение на Долуэко, очень многие люди боятся всех вспомогательных средств и способов репродукции, но у меня другое мнение, после того, как я стала изучать этот метод и в частности, как практику применяли на диалогический тест маятника, готова ли мама пройти через эко, готова ли ее тело, потом мы уровнями смотрим, готов ли ум, сердце, душа, тело для этого опыта, и что с этим делать. То есть, здесь вариант для проработки, вариантов очень много. То же самое и про архетипы, готова ли я вообще в этот опыт идти, почему мы все так боимся архетипа войны, архетипа разрушения, мы боимся смерти, мы боимся смены меры. Но я уже вам показала в примерах конкретных, что мы теряем жизнь и обретаем смерть, и теряем смерть, и обретаем жизнь в очень многие участки промежутки нашей жизни. Здесь и сейчас. Мы просто об этом не говорим. И еще такой момент. Смотрю, рада задумалась. Рада задумалась. Рада тут пока борется с каким-то диким комментатором, который нас решил запамить. память. Так что сейчас мы ее вычистим. Ну, это, собственно, абсолютно нормальная ситуация. Это тень, 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 тень. Тень через плетень. Мы ее тоже принимаем. Привет, комментатор. Я могу сказать, что, на самом деле, еще где-то год назад, когда ты выходил в эфир, это просто, у тебя там комментариев по 40 было от каких-то совершенно странных людей, их просто нужно было потом все вычищать. Ну, а сейчас вроде вы вконтакте несколько, несколько настроили все эти системы, так что все нормально. Здорово, здорово, здорово. Итак, значит, когда мы поняли, что видим архетип войны, мы поняли, что без единства персоны и тени невозможно найти свой ресурс, невозможно вернуть, невозможно энергоемкость свою повысить, расшириться. То есть, только принимая свою тень, мы как будто бы вкладываем ресурс в себя, в ресурсное состояние, потому что вся наша тень, вот эта вся хтонь, это как раз тот топливо, на котором мы будем ехать, и мы его приняли, мы сказали, да, это есть во мне, мы это прожили телом, не запрещая, да, себе как-то, рычали, кричали, выходили, что-то делали телесно, обязательно нужно подкреплять телом, приседать, например, бегать, заниматься в зале, любое знание, которое нам приходит. И мы понимаем, что нам вот где-то есть еще такой момент, который как раз уже проходил все это, и уже знает целостность, вот какой элемент коррективного, бессознательного знает целостность персоны и тени. И тут к нам выходит архетип мудрой старухи, архетип старухи, вот не случайно у меня в карте этот архетип по цифре 8, второе, потому что восьмерка это сила, ребят, это сила, стоит старуха и лев, вот она, вот эта хтонь, которая просто рядом идет, ей не нужно держать его запас, не нужно нападать дубинкой, он просто уже приручен, как кошечка, он идет с ней рядом. Кто же такая эта мудрая старуха? А это две мадамы, так скажу, они есть и в мужчине, и в женщине. Первое, это гестия, архетип гестии, изначальный поток огня внутри нас, да, то есть это тот огонь, который не затухнет никогда, это божья истра, гестия. Как богиня, она такая интровертированная достаточно, она вся в себе, в самопознании, она направлена вовнутрь, и обращение к этому архетипу дает нам осознание, что мы пройдем все, потому что гестия это тот архетип, который видел и войны, и смерти, и свадьбы, и рождения, то есть это мудрая старуха в нас. И второй архетип это геката, ведьма среди богинь, богиня среди ведьм. Что это значит? Это ведущая мать, это та же старуха, но она экстравертированная. Два этих архетипов у нас есть, и тот, и другой. Мы включаем или тот, или другой, одновременно они не работают. Так вот геката берет факел и идет посвящать пространство, то есть она как наставник еще ведет за собой. Вот эта мудрая старуха в нас, которая прожила, это на уровне состояния, сейчас скажу, что такое слово состояние. На уровне состояния эта геката может своим факелом осветить пространство и вести за собой всех тех, кто боится. А как ее рисуют, да, для нас рисуют страшная богиня мертвых, которая сами идет, и вот она значит всем несет морок и так далее. Ребят, есть четвертый лиг гекаты, который лученосный, да, то есть цветоносный, Люцифера, да, то есть мы понимаем, что есть Диана Люцифера, есть Кали Люцифера, есть Геката Люцифера, вообще слово Люцифер несущий свет, это как раз тот, который несет разрушение всего мрака. и не нужно путать его с той транскрипцией, которую давали нам религиозные деятели этому имени, потому что все, что здесь есть, все, что спустилось как свет, оно и звучит как Люцифера, да, то есть несущий свет. И Диана Люцифера берет свой факел и она освещает полностью пространство, да, и те души, которые ее слышат, видят и отвечают и внемлют ее состоянию, состоянию плата, баланса, спокойствие. Они подключаются, опять же, к ней для того, чтобы обрести это состояние. Человеку с архетипом, проснувшимся декаты в этой ипостаси, несущей свет, не обязательно что-то говорить даже, просто будет понятно, что люди рядом сидят и набираются этого состояния, потому что мы, эта информация живая в воде, человек это водная структура. Достаточно молча посидеть и человек уже успокоился. Состояние, слово состояние это совместное стояние. Совместное стояние. Когда-то очень давно, в 2004 году, когда я только обратилась осознанно в свой духовный опыт, видящий какой-то человек, да, говорит, посмотри, ну где ты на земле, где ты себя видишь? Я вижу наш шар земной и вокруг него светоносная решетка. Вот так параллели меридиана мы все представляем, только это светоносная решетка из людей. И люди держатся за руки. То есть вот это пространство у нас все светится через людей. Вот одним из таких людей, которые держат этот свет, стояла я. Я уверена, что мы все там стоим, потому что других людей ни на этом эфире, ни соответственно в моем пространстве нет, потому что мы для этого пришли. Вот это внутреннее стостояние без борьбы принятия себя такими, какими мы есть, это и есть наша задача исцеления от коллективной программы страха смерти. Смерти нет, мы постоянно умираем и рождаемся. Постоянно умираем и рождаемся. А впоследствии у меня был такой даже символ красивое нарисованное солнышко, где лучами вокруг стояли люди, кошки, собаки. Это такая красивая была картинка очень долгое время. Это был такой мой символ моей работы. Вот, если брать, например, помощников из мира минералов энергетические, а минералы работают для нас тоже, когда мы с ними в контакте, в коннекте, то какие минералы могут нам помочь выйти из состояния борьбы и найти целостность. Первый, кто приходит сейчас, это аметрин, для того, чтобы выровнять состояние баланса. Аметрин, если вы помните, это аметист и цитрин. Аметрин, это что за камешек? Это аметрин. Вот они у меня здесь есть, я не знаю, сейчас сниму. Вот у меня тоже они пришли. Цитрин, по-моему, такой желтенький, как солнышко. Аметрин тоже. Аметрин, это переход желтого в сиреневый. Вот у натуральных камней это едва заметный переход, но ты тоже здесь увидишь, вот он. Как бы он не яркий, но он есть. Вот, здесь фиолетовый, здесь более темно-желтый. У подкрашенных камней это прям будет граница такая. Но есть еще босванские, босваны, аметрины, они яркие, там даже границу будет видно. Вот для чего аметрин? Для того, чтобы противоположное наше состояние умиротворить. У меня буквально они недавно появились, я никогда не тянула к этому камню. Но вот сейчас именно пришло. Дальше, для того, чтобы познать все многообразие всего, что есть, это, конечно, же флюориты, потому что они бывают прям полосами. У меня такого экземпляра нет, я не могу показать. Плосами разноцветные. Вот такие флюориты и турмалины. Вот посмотри. Турмалин, это вот вообще он очень много энергии выделяет, электромагнитный. И он разного цвета, разного абсолютно. Весь спектр здесь. То есть, если мы носим такой турмалин, мы как будто бы включаем разные пласты энергетические наших каналов, подключаем разные части нам. Потому что мы все сейчас, помимо того, что инициируемся, инициируемся проходить страх смерти, мы еще инициируемся на целостность. Вот когда-то было мировое яичко, потом оно распалось, а сейчас мы собираем части все в одно. Вот. И те, кто захочет быть такой частью, осознать себя как частью, он останется здесь, в этом мире, в этом теле, и уже совершенно с другими настройками, уже с 12 телами, осознанными вокруг себя, и 12 пар ДНК, будет продолжать движение здесь и теперь. Еще один камень, который работает, вот как раз, я думаю, что это для предпринимателей самое то. Вот я очень советую, потому что это камень яшма, яшма, это камень, во-первых, он отвечает как раз за наши базовые потребности, это когда у нас есть процветание, физические, удовлетворение физических потребностей, да, расширение своего пространства, и яшма, это не простая, это долматиновая яшма, что это значит? Вот эти вот, как будто бы перепелкиные яички, да, вот эти вот маленькие вкрапления, это как раз все части, части целого, которые в одном, и этот камень очень хорошо сейчас будет от стресса защищать, и заземлять хорошо, и давать такую платформу, базу для того, чтобы нам справляться с негативными эмоциями. Еще один архетип покажу вам сейчас, который приготовила. Вспомнила фильм «Звездная пыль», где в финальной сцене зло погибает от того, что звезда начинает ярко сиять, светить. И моя сейчас задача была донести до слушателей, не важно какого вы пола, потому что, конечно же, мы работаем со всеми людьми в целом, мы раз человечества, светить, включать свой внутренний фонарик и сиять. И такая красивая у меня есть карта по сиянию, я выбрала ее для того, чтобы мы прям прониклись. Вот сейчас, как раз сейчас, в таком состоянии хаоса, состояние дисбаланса проходит, вот мы пока части себя не осознали, так и будет. Но те, кто уже осознал свое собственное сияние, величие вот этой вот души, пожалуйста, включайте свой фонарик, включайте свой свет. Вот сейчас как раз время для вашего великолепия. Сейчас, не когда-то дальше, а именно теперь. И мне бы хотелось, пользуясь таким правом приглашенного гостя, обратиться к людям, у которых резонирует информация, которую сейчас я донесла до вас, и к людям, которые ощущают, что именно сегодняшнее время, это то время, для которого они родились. Потому что именно сейчас идет распаковка у многих людей своей программы реализации. И если вы это чувствуете, то я вас призываю к общению, к своему контакту, вы можете ко мне прийти, я думаю, рада разместить ссылку какую-то на мой аккаунт. Мы Лану обязательно тогда пометим, потому что, друзья мои, я думаю, вы сейчас успели действительно понять, насколько именно глубокий человек действительно Лана. Мы с ней тоже достаточно много дружим, общаемся, она тоже моя фея. Как вы понимаете, она мне действительно помогает и со всякими телесками, и со всякими зажимами. Недавно вытягивала мой этот локоть теннисиста. И действительно, она просто очень глубокий человек, так что, друзья мои, я тоже прямо всячески рекомендую. Благодарю, радостно. А у нас, кстати говоря, между делом уже 700 просмотров, то есть весьма неплохо. Я думаю, что эфир вызывает интерес. Как говорится, всех этих спамеров мы вычистили, так что я тут несколько подвисала, я в эти моменты была задята тем, что я чистила все эти комментарии. Так что здорово. Это здорово, я очень рада. И смотрите, еще такой момент я вам хотела показать под финал, под завязку, вот такой еще момент архетипа. Вот сейчас вот здесь и сида, и младенец гор, то есть мы видим ее. Она представляет собой памятник, то есть если присмотреться в деталях, то здесь трещинки, здесь камень, структуру камня видно, но ее взор, он живой. Взор ее, она смотрит с живыми глазами на нас. И вот сейчас наша задача такова, чтобы весь опыт, потому что памятник это то, что строили предки, то есть это то, что осталось в памяти коллективной. Мы можем этот опыт оживить своим сиянием, сиянием своего света. Сейчас настал тот момент, то время, когда нужно действовать. И для тех людей, у кого действительно есть вот этот посыл, что я здесь и теперь именно пришла для этого или пришел для этого. И есть такие эфиры, я благодарю Раду, без нее этого эфира бы не было. Она несет свой факел высоко, освещает пространство для того, чтобы люди наконец-то увидели, что никаких страшилок не существует вокруг. Все у нас только внутри. Мы можем также подсветить их изнутри и решить задачи конфликта мирным путем. И это в наших с вами силах. Да, вот это, наверное, тоже одни из самых главных слов за этот эфир, друзья мои. Все проблемы мы действительно можем сами решать. И мы можем жить мирно, мы можем жить действительно так, чтобы мы могли и комфортно взаимодействовать с семьей, чтобы мы комфортно взаимодействовали с бизнесом, чтобы действительно у нас все получалось, и самое главное, чтобы сохранять вот эту вот целостность. Это важно. Так что, Ланочка, спасибо тебе за этот замечательный эфир. Можно я еще добавлю? Я так чувствую, у нас еще козырь в рукаве есть. Вот твой запрос по поводу того, как быть руководителем, предпринимателем, ведь на них лежит очень много ответственности за семьи, за людей, за общество, да, то есть очень много того, чего люди делают в своей деятельной позиции, вы сильны. И у меня такой к вам посыл. Самое главное, это взять ответственность за самих себя, за те эмоции, которые вы испытываете, потому что начало трансформации начинает всегда только с самих себя. Если вы заметите, что вы в хорошем настроении, в спокойном состоянии, то вокруг вас начинают вращаться миры без усилий. То есть от того, как в вас течет энергия, как у вас успокоено сознание, ваш ум, насколько он спокоен и направлен на слушание самого себя, вот от этого зависит все ваше состояние дальнейшее. Как это слышать в себя, мы, может быть, еще когда-нибудь вернемся с Радой, это уже, наверное, нужно отдельное время выделять. Самое главное сейчас понять, что будете спокойны вы, будет все вращаться вокруг вас очень деятельно и по счетчику спать, с легкостью. Так, Ланночка, у меня что-то немножко подвисло. Так, у нас есть связь. Да, 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 я закончила. Может быть, какие-то вопросы? Рад. Я думаю, что нам, скорее всего, в комментариях еще их сейчас накидают, поскольку я думаю, что эфир получился таким действительно очень глубоким. Я просто сейчас вот тоже свои впечатления рефлексирую. Ну, я могу сказать, что я сейчас пойду пить чай. Я сейчас себе точно устрою вот такую вот минутку радости. Потом нужно будет запланировать вот эти вот состояния, как погоревать, поскольку, естественно, ты меня тоже знаешь, что я, естественно, у меня рацию работает с чувствами, как всегда, проблема. Кстати говоря, друзья, это вот я тоже знаю, что это просто у очень многих предпринимателей, вообще у людей, у приористов, у людей из бизнеса это вот самая большая проблема. То есть мы думаем головой, у нас голова просто работает на полную катушку. Голова работает, тело не работает. Сердце не работает, эмоции не работают, мы их прекрасно умеем блокировать, давить, но потом это все равно все. Я говорю, хорошо еще, хорошо еще девочкам. Что это, условно говоря, это я там могу, если у меня там, если я там злая, я там могу какой-нибудь стул там запулить куда-нибудь, потом там через пять минут приду, успокоюсь, ну, нормально, все. Я вот так рада. Это твоя техна. Вот такую вот пустую. Да, да, да. Не, как бы я, я, слава богу, мужу это тоже объяснила. Я говорю, Саша, я говорю, спокойно, у меня это, мне эмоции нужно проявить. Он, да, все хорошо, нормально. И потом пошли это мирно ужинать. Так что да, все, собственно, мирно ужинать. Так что да, все, собственно, друзья, нам нужно просто очень спокойно именно взаимодействовать с самими собой, и тогда нам будет проще взаимодействовать с миром. Так что, Ланочка, хочу тебя еще раз поблагодарить тоже за этот очень полезный эфир. Я надеюсь, что действительно нашим коллегам он окажется очень-очень интересным. Я говорю, у нас уже 700 просмотров, это на самом деле хороший, действительно, показатель. Я говорю, я оттуда вычистила всех этих троллей. Так что сейчас еще к тебе на страничку пойдем. Так что обязательно этот эфир оставим. Сейчас напишем хороший анонс для него, чтобы у нас тоже как можно больше людей узнали, действительно, что есть такой крутой специалист, главное, очень глубокий и очень искренний. Так что, Ланочка, спасибо еще раз тоже за этот эфир. Благодарю. И тогда, соответственно, откланиваемся. Я, кстати, сейчас пойду перебирать свои браслетики, у меня их столько. Я прям смотрю такие, думаю, так, что-то мне это напомнило. Да-да-да-да-да. Всего тебе самого доброго, обнимаю тебя, привет семье, и буду очень рада видеть в гостях. Пока. Всем привет. Да, обязательно. Спасибо. Счастливо.